И нехай в Брестине Мамора, это не перешкоджая юным аматорам пригод, засваиваются основы морской справы. Вязание в узлов ориентироваться на мясо совести, не только хлопцев и девушек в участию Центра юных морков Бреста. Днями тут прошел конкурс на Лепшого Юнгу. Вязание в узлов проходжение полосы пирожков кирование шлюпкой. Основа морской справы у Центра юных морков 10-ти годовый брастаучанин Глеб Камынин выучает на протягу года. В клубных моряков я очень люблю ходить. Тут я познакомилась с новыми друзьями. Я не хочу в будущем стать моряком, мне это просто так, для развлечения. Хочу больше узнать о море, научиться все делать по морскому делу. Ребенок доволен, мы довольны. Меньше сидит в компьютере, стремится попасть в кружок, сделать уроки побыстрее. Я считаю, что да, дело хорошее делается. Конкурс на гульновая программа Юнга-2014 для юных морков свой особливый экзамен, а для их батьков – мягчимость окунуться в свет детячих захоплений. Не секрет, что в принципе любое учреждение образования, в свою очередь, ориентируя свою работу на детей, в то же время не забывает о родителях. То есть наша задача – включить родителей максимально в воспитательный процесс своих детей. Ну, соответственно, вот это мероприятие, пожалуй, одна из вот этих ступеней, которые, скажем так, делают разнообразную нашу работу. Мы стараемся проводить все наши мероприятия в игровой форме, чтобы это было интересно, в первую очередь, для детей. Ну и, конечно, игровая форма, она активно, скажем так, включает в работу родителей. У минулого года Брестскому центру юных морков с Флатылией исполнилось 25 годов. Звыше тысячи хлопцев и девочек выучают сегодня тут морскую справу. Есть дети, увлеченные романтикой, увлеченные этим делом, и они порой приходят к нам с пятого, с четвертого даже класса, и даже, закончив школу, еще некоторое время приходят к нам, посещают, им интересно. Есть категория ребят, которые, проучившись в нашем учреждении, определяют для себя, наверное, свой жизненный путь, связывают с морем.